С начала этого года число жертв выросло. Около 1600 человек погибли за этот год уже. И это парадоксально, потому что в принципе стало меньше людей, которые пытаются переплыть Средиземное море, и при этом больше людей умирают. Конечно, тут дело и в цифрах, но перевозчики стали охотнее рисковать. По нашим подсчетам, в 2017 году один человек из 48, которые пытались пересечь Средиземное море, погибал. В этом году все поменялось кардинальным образом. Это уже каждый 18-й. В этом году ситуация усугубилась еще и из-за того, что спасательные судна с беженцами порой неделями не могли пришвартоваться у европейских берегов. Например, корабль «Аквариус» сейчас снова две недели провел в открытом море, а в июне он уже стал заложником бюрократической волокиты. Тогда Мальта и Италия долго спорили о том, кто же все-таки примет у себя беженцев. Мы бы хотели, чтобы все европейские страны Средиземного моря проявили больше солидарности. То, что происходит с кораблями, это ужасно. Это просто драма, и это кризис. Да еще все эти твиты этих глав государств. Нет, нам нужно со всем этим разобраться спокойно. И это вполне реально. Мы сейчас и не говорим о том, какие потоки беженцев в Африке или на Ближнем Востоке. Европа в состоянии продемонстрировать лидерство, стать примером для подражания и решить, что делать с мигрантами, которые высадились в Европе. Выходные по всей Германии прошли демонстрации в поддержку беженцев. В Берлине, в центре города, собрались 2500 человек, чтобы выразить свое недовольство и по поводу того, как власти обращаются со спасательными судами, и по поводу того, как судными, и по поводу того, как политики правых взглядов настраивают людей против мигрантов. По нашим оценкам, с частными морскими поисково-спасательными операциями есть проблемы. На данный момент ситуация в Средиземном море такая, что все спасательные корабли находятся в распоряжении НКО и не справляются со своей миссией. За последние годы эти частные корабли спасли десятки тысяч человек. Сейчас некому им помочь. У самого Евросоюза нет конкретной миссии спасения, поэтому мы очень озабочены тем, что люди продолжают ежедневно гибнуть. И мы требуем отъезд, чтобы для всего Евросоюза было найдено решение проблемы миграционной политики в Средиземном море. И еще ужасно наблюдать, что происходит в Хемнице. Происходящее шокирует. Правда, надо отметить, меня все эти выступления не особенно удивляют. Мы убеждены, что когда правые популисты на европейском уровне травят мигрантов, когда Европа ограждается от мигрантов, мы посылаем обществу неверный сигнал, провоцируем опасный дискурс, который может привести к насилию на улицах. Поэтому я шокирована тем, какие масштабы все это приняла.